уже завтра начнутся яркие выходные не забывайте что зима у нас хоть и продолжительная нужно успеть обязательно и покататься на коньках на лыжах на горке как раз выходные для этого и созданы здравствуйте здравствуйте в эфире программа новый день и в студии евгений зимник и алена франкова вот что интересного мы для вас приготовили программа развития газоснабжения газификации иркутской области планируется расширить правительство региона внесло соответствующие корректировки сейчас документ находится на согласовании изменение предусматривает добавление мероприятий по газификации жигалово братска усть-кутай киринского района также строительство газопровода жигалово саянск согласно корректировкам прирост уровня газификации увеличится на 4 4 процента охват населения региона проживающего газифицированных населенных пунктах возрастет не менее чем на двести сорок пять тысяч человек количество домовладений которые планируются подключить газа увеличится до 22 тысяч а у нас квартире газа у вас не у меня не газ у меня у мамы газ но для меня всегда вот глаз это какое-то опасение это стихия которую я чуточку побаиваюсь там чем всегда не забыть выключить когда ты уходишь из дома закрыть в этот вентиль такая история конечно опасная а у тебя у меня дома электрическая печка мы осознанно отказались от газа только по той причине что у нас маленький ребенок и в связи с безопасностью подумай когда ты в последний раз была на санаторно-курортном лечении я пока расскажу интересную новость о том что в 2022 году санаторно-курортное лечение за счет бюджета иркутской области смогут пройти 1475 ветеранов труда в областном бюджете на эти цели предусмотрено 56 и 6 миллионов рублей что позволит оздоровить 1475 человек состоящих на учете в управлениях социальной защиты по месту жительства в порядке очередности исходя их от их дат постановки на учет за 2021 год санаторно-курортное лечение прошли 1475 человек услуги будут оказываться в реабилитационном центре шелиховский клинический курорт ангара курорт русь санаторий братское взморье санаторий солнечный санаторий юбилин так вот когда ты последний раз была на курорте санаторий 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 я была в детстве с родителями у нас в ангарске наверное забыла уже когда и что это было но помню кислородный коктейль это мне нравилось и было классное у нас я работал на заводе на авиазаводе 10 лет там регулярно отправляют людей либо вот какие-то прям хорошие санаторий либо можно просто от предприятия есть такой лайтовый режим там тоже можно массажики поделать кислородный коктейль попить какие-то вещи которые очень расслабляют и помогают для здоровья а у нас многие ездят в белокуриху это алтайский край да так что тоже место чудесное наверное центр санаторий вот очень много алтай один из одна из точек где хочу побывать возьми себе на заметочку обязательно до съезде да мы продолжаем российский научный фонд поддержит проекты иркутской области предусмотрены конкурсные отборы проектов тематика определяется на основании предложений правительства при ангаре с учетом наиболее актуальных и перспективных направлений развития науки и промышленности региона первый конкурс планируется объявить в первом полугодии 2022 года российский научный фонд создан по инициативе президента россии гранты российского научного фонда являются достаточно крупными от двух до 150 миллионов рублей ежегодно что создает комфортные условия для учения и позволяет проводить исследования без привлечения дополнительных средств русский научный фонд выделяет средства на медицинские исследования разработки в сфере сельского хозяйства проекты в области химии и физики а также другие направления которые непосредственно влияют на нашу жизнь и развитие всех сфер экономики ну а сейчас перенесемся на страничку кулинарии ты любишь пельмени а умеешь делать умею вот у тебя есть это семейное времяпрепровождение когда первого января делаем пельмени нет у нас такой семейный релепет нету но раньше мы делали у меня даже у бабушки есть такая вот на подножке подставочка где раскатывали и тесто клали туда я сейчас вспомнил как она выглядит я тоже ее не видел тысячу лет его тоже у меня где-то у бабушки пожалуй такая была класса минутка ностальгии ну а мы в сверст перенесемся именно там прошел фестиваль пельменей он состоялся уже в третий раз на этот раз заявки на участие подали 23 компании победителей определяла жюри но попробовать традиционное сибирское блюдо на фестивале могли все гости при этом пельмени поражают воображение разнообразием формы начинок и даже красок среди экспонатов встречаются не только традиционные белые экземпляры но и разноцветные также во время праздника гостям предлагают множество развлечений перетягивание канатов катание на санях конкурс на лучшую снежную фигуру и другие зимние забавы но мне кажется вообще прям сибирский праздник идеально я вот сейчас даже пыльмешки поел все быстренько заканчиваем программу идем готовить пыльмени сегодня 28 января сразу несколько праздников на календаре и первый это международный день лего скорее всего вы либо ваши дети играли в этот классный конструктор интересно есть интересный факт про лего лего можно увидеть если просканировать тебя на рентгене это специально сделано для того чтобы если дети неожиданно случайно проглотили один из элементов то можно было его найти и безболезненно извлечь лего это вообще такой конструктор во первых это уходит наше до детства у меня было ведро с лего да там была куча разных деталей ну мы мастерили что могли сами а сейчас это такие конструкторы которые уже воедино городками до продаются мне интересно и ребенку еще больше отметьте сегодня праздник день международный день лего собрав какую-нибудь конструктор вместе со своим ребенком да либо сами чего уж там вот есть известный шоумен гарик харламов который показывает какие он гигантские там мотоциклы корабли собирает сам даже без детей вот просто нравится человеку но мы идем далее и следующий праздник это день рождения дизельного двигателя я сегодня свою машинку буду поздравлять заправлю ей в честь дня рождения полный бак потому что мне как раз машина на дизеле а сегодня еще один праздник день пробуждения внутреннего ребенка это как это как когда ты хочешь веселиться когда душа радуется когда ты идешь на батуты вместе детьми например прыгаешь или начинаешь рисовать то есть твой внутренний ребенок берет вверх и пробуждает тебе все самое прекрасной не засыпал поэтому я даже праздновать не буду у меня с этим и так все в порядке еще один праздник день дошкольного фитнеса фитнес сейчас есть везде во всех возрастах и даже вот такие вот маленькие детки уже занимаются фитнесом как ты относишься к тому что маленьких детей приводят в различные спортивные секции я подношусь отлично потому что у спорт ты мир поэтому я считаю что надо с младенчества ребенка прививать к культуре спорта я здесь причем вот придерживаюсь такой мысли что нужно давать все по чуть-чуть ну то есть привести ребенка на секцию на пару недель на месяц если вот ему прям понравилось зашло классно но если не нравится то не надо вот нас оставлять безусловно не надо но в любом случае спор должен присутствовать в жизни ребенка та же самая физкультура зарядка важная нужно и еще два праздника они в этот день но хочу про них сказать вместе потому что они как будто бы один следует из другого во первых это день веселья на работе а во вторых всемирный день безработных но вот чтобы вам второй праздник не отмечать вы первым сильно не занимаетесь конечно безделище на работе надо но чтобы это все было сопряжено с вашими непосредственными рабочими обязанностями и чтобы как тут когда начальник вот хороший веселый довольны тогда можно чуть-чуть побездельничать а согласно книге рекордов гиннеса самый большой стаж у японца по имени изюме который начал работать пастухом будучи еще мальчиком возрасте восьми лет начал он свой трудовой путь 1972 году пока он работал пастухом а затем он стал фермером потом ушел на пенсию в 1970 году когда ему исполнилось целых 105 лет вау у тебя я столько не хочу я вот ну я работал 10 лет на авиазаводе работал четыре года преподавателем я три года работаю на телевидении ведущим в среднем россиянин работает на одном месте восемь лет самый большой средний стаж работы у сотрудников крупных компаний время работы на одном месте достигает 12 лет а доля работников со стажем более 20 лет 23 процента ну это вот у нас когда я работал на авиазаводе вот прям один в один вот эта вся история там во первых работают люди поколениями во вторых если ты устроился то скорее всего на всю жизнь люди очень редко уходят из-за того что стабильность это слово которое она вот двоякая для меня с одной стороны конечно это комфорт это уверенность в завтрашнем дне с другой стороны это стагнация и ну вот развитие конечно мало в этой стабильности знаешь когда есть карьерный какой-то рост стабильность мне кажется не помешает то есть ты потихоньку потихоньку идешь идешь на одном предприятии по ступенькам а потом вот и деловой вот ты понимаешь сегодня что у тебя будет через 10 лет а я понятия не имею что будет через 10 лет и это вот с одной стороны классно с другой довольно рисково как уже вот вам поступать мы советовать не будем вы для себя решите сами а мы еще пару фактов вам расскажем также по долгу работают на одном месте работники сельского хозяйства сотрудники гость сектора но это вот про что мы говорили и работники таких сфер как образование наука культура здравоохранение органы управления армия и мвд но там текучку правда не надо что было во первых потому что там как раз с годами у тебя стаж у тебя если опыт стаж все это доходит звание 5 звания вот и пенсии как вы относитесь к ютюбу вот если вы считаете что это зло послушайте про маленькую семилетнюю девочку которая стала благодаря этой платформе настоящим миллионером девочка заработала за год свыше двух миллиардов рублей вы не ослышались двух миллиардов рублей американский журнал forbes включил семилетнюю россиянку анастасию родзинскую в топ 10 самых высокооплачиваемых youtube блогеров она сейчас там находится на шестом месте благодаря своему каналу лайк настя в котором она вместе с папой путешествует по различным паркам аттракционом в различных городах она устраивает там всякие пранки приколы а также распаковывает игрушки людям нравится наблюдать за этим действом и они смотрят 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 а настя капают и капают приятные денежки более двух миллиардов рублей классный у нас есть с вами соотечественница подписан я нет она совсем маленькая но я ради интереса заглянул на ее канал и там конечно папа молодец и папа там делает весь контент там очень классно все сделано и спецэффекты и высококачественная съемка и на самом деле это как будто мини-фильмы каждый видеоролик это не просто видео снятое на телефон это такое масштабное глобальное производство я считаю что это действительно работа мечты а наши коллеги вышли на улице нашего города и спросили у людей какая работа мечты для них с которой бы они не хотели уходить помните как в детстве было здорово подошел к дереву нарвал зеленых вот ты и богач а сейчас чтоб найти работу мечты нужно постараться как себя представляете работа мечты ой работ я уже давно не работаю работа мечты молодежь внуки нет я вам не скажу а что сейчас молодежь работать не хотит хотит получить все и сразу и за хорошие деньги работа мечты но это когда тебе вот хочется сделать что-то и ты это реализуешь то есть твой твоя желание реализуется и как раз получается ты приносишь и счастье себе другому и при этом получаешь вознаграждение ну когда-то я мечтала такой работе и вроде как работаю на такой расскажите ну хотела стать химиком лаборантом встала работа мечты это когда занимаешься тем делом которое во первых нравится а во вторых ну деятельность которая очень хорошо получается и соответственно достойная заработная плата а сейчас вы на таком месте на работе мечты работаете нет но стремитесь к лучшему да ну работа мечты где платят хорошо и как бы занимаешься любимым делом которое тебе интересно сейчас вы на таком месте не совсем но стремимся делать получше свободный график наверное потому что я научилась его более-менее лепить это здорово когда ты сам программируешь свою работу на будущее хороший коллектив очень многое значит ну и конечно там возможность воплотить свои цели чтобы она была чтобы было все как-то помощь коллектив когда дружный есть условия для работы можно многих целей добиться у меня в принципе работа мечты я занимаюсь кузовным ремонтом любой сложности господи я не знаю чтобы привлечь работу мечты очень важно правильно настроить свое мировоззрение и грамотно отправить запрос во вселенную ведь всем давно известно что подобное притягивается к подобному а мысли имеют свойство материализоваться мы продолжаем и уровень красоты у нас в студии зашкаливает это не потому что сейчас алена рядом со мной а я помыл голову это все потому что у нас в гостях две прекрасные леди и здесь я позволю себе заглянуть в подсказку потому что ошибиться страшно у нас в гостях фит модель вице чемпионка европы двукратная абсолютная чемпионка иркутской области по бодибилдингу анжелика фидулова анжелика здравствуйте здравствуйте а также тренер анжелики судья соревнований член президиума иркутской области мария лохман мария здравствуйте добрый здравствуйте девочки ну спасибо вам огромное что пришли украсили нашу студию расскажите как пришли к спорту давно ли вашей жизни спорт и почему именно такой спорт спорт вообще в моей жизни очень давно занимаясь самого детства занималась легко атлетикой различными баскетболом ну как и у всех до детей присутствовал бодибилдингом я начала заниматься 2021 года пришла к этому очень шла долго думала как бы сесть на диету настраивала себя на пути встретила марию и мы все нюансы с ней обговорили и решили выступить начать подготовку 2021 году я выступила в категории фитнес-бикини это была моя первая категория я сразу стала абсолютно чемпионка иркутской области потом мы решили продолжить выступление и сразу следующий сезон это была осень и мы решили сменить нашу категорию на фитнес-модель и сразу решили начать такую глобальную поездку это на чемпионат европы и это была первая рига куда мы полетели следом была барселона и собственно потом была иркутская область нашим вот я стала вице-чемпионкой европы это была город рига и все так как-то быстро произошло что за такой промежуток короткие времени я добилась таких вот результатов все благодаря моему тренеру марии когда поддерживает да мы вас поздравляем это серьезные действительно результаты приятно что у нас в регионе такие талантливые спортсмены тренеры мне было всегда интересно вот у вас ваша работа напрямую связано чтобы ваши подопечные они были открыты ну вот то есть вы говорите это нужно здесь есть гречку здесь нужно грудку здесь двадцать приседаний а она уйдет домой и съест шоколадку как вы добиваетесь чтобы у вас была вот вся правда на самом деле девушки которые приходят в этот спорт они ищут самореализации и они точно знают что им нужно сделать чтобы добиться определенного титула соответственно если есть цель ты понимаешь что не только от тренера все зависит но и от твоей какой-то самодисциплины тоже поэтому в этом плане анджелике вообще все в порядке она прямо чемпион спортсмен до мозга костей и только поэтому у нас такие хорошие результаты вы ездили в ригу барселону вот в эти наши непростые времена к видны с ограничениями как удалось вырваться проблем не возникло на самом деле спортсменам очень помогают наша федерация бодибилдинга россии она делает все чтобы мы получили визы это не просто то есть мы собирали огромные кипы документов очень долго ждали на нервах сидели вообще не детских но как бы все получилось и на самом деле у нас было приглашение от тех стран в которые мы летели на границе нас спокойно пропустили погуляли по европе в эти сложные времена класс девочки расскажите как проходили сами соревнования сколько по времени где жили не сыпали ли вам в туфли в кроссовки что-то такое острое на самом деле мы всегда когда мы куда-то выезжаем на турниры мы снимаем апартаменты это всегда очень хорошие хорошие условия сами соревнования так как это были мои первые международные выезжала было очень волнительно ну что уж говорить я всегда волнуюсь вообще всегда но здесь было интересно все-таки же там приедут все там было у нас более 12 стран да по моему там кто как выглядит вот это девичковой там если у нее будет лучше платье там купальник и всегда смотрим на форму на самом деле было очень красивое заведение где у нас проводилась прям так все роскошно шелка вот эти все золото сцена очень красивая была и конечно же были красивые призы это вот кубки большие медали всегда мечтала большой медали такой на всю грудь но сам турнир вот который был в риге где собственно вот я выиграла он был такой можно сказать самый запоминающийся да но потому что может быть это был выигрыш потому что да и вот как-то это был самый первый ты когда готовишься к первому турниру ты больше как-то ну как то ответственность у тебя больше ты вот прям настроен когда уже там вторые и третьи ты уже как бы такой на расслабончики немножко но вот самый запоминающийся да это было рига в барселоне было еще больше наверное народу в три раза и ну там вот прям мы не успевали там переодеваться быстро туда быстро сюда паникуешь хотя маша мне всегда типа там без паники все нормально мы везде успеем ну вот как-то ну было очень круто побывать в такой вот стране и ну конечно запоминающийся очень а какой следующий этап какой какие планы на будущее на будущее сейчас будет проходить в марте соревнования иркутской области сибирский федеральный округ тоже в марте через неделю и дальше нас маша пригласили на турнир который проводится раз в восемь лет он будет проходить в иркутске называется гран-при байкал то есть туда приглашают только по приглашению то есть если ты добился каких-то там высоких результатов то есть ты можешь принять турнир вот девочки кто мечтает о самореализоваться на сцене ничего не бойтесь самое главное выбрать себе хорошего наставника который поведет вас к пьедесталу приходите на соревнования посмотрите какие девчонки становятся прекрасные открытые красивые как они позируют как они двигаются насколько они женственные и выбирайте наш спортом прекрасен у нас гостях были прекрасные леди мария лохман анжелика федулова спасибо спасибо огромное спасибо ну и в завершении программы интересные новости со всего мира жительница томска нашла 500 тысяч рублей и вернула их законному представителю мужчина когда со своего кармана вытаскивал маску обронил эти деньги и женщина вернула их через полицейских ну давай вот скажи честно если бы ты нашла 500 тысяч чтобы ты с ними сделал я бы тоже отдала это такая сумма с которой бы я не смогла спокойно спать потому что это большие деньги и я уверена что эти деньги для какого-то дела и человек который их обронил она все понятно все такие хорошие что я отвечать на этот вопрос тогда не буду я перенесусь вместе с вами в италию всемирный день пиццы а это же звучит вкусно да традиция приготовления этого блюда попала в список нематериального наследия юнеско 2017 году еще согласно определению она включает себя замешивание теста придание ему форму с помощью круговых вращательных движений а также выпекание пиццы печи на дровах самая вкусная пицца сделанная в печи на дровах у нас в иркутске в одном месте делать ее вот именно по такому рецепту по такой технологии это невероятно вкусно отдельных запах юнеско зафиксировано что пиццу впервые начали готовить неаполе самая базовая пицца это маргарита она отключает в себя соус из томатов а также моцареллу и базилик согласно популярной легенде ее назвали в честь королевы маргариты савойской а начинка это цвета итальянского флага ну как тебе птицы захотелось выхотелось я люблю пиццу 4 сыра а если там будет больше то вообще отлично все мы здесь с тобой братья по сырам я тоже ее обожаю у меня следующая новость на каналах амстердама раздавали бесплатные тюльпаны таким образом здесь отмечают национальный день тюльпаны и празднуют начало сезона выращивания обычно организаторы каждый год оформляют красивые клумбы напротив королевского дворца но в этот раз решили что это приведет скоплением людей что нежелательно во время пандемии а производители тюльпанов надеются что их цветы смогут отвоевать большую долю европейского рынка особенно учитывая что американским и африканским продавцам рост стало сложнее доставлять свою продукцию в другие страны из-за повышения транспортных расходов я люблю тюльпаны это цветы и весны я вообще не понимаю все эти цветы с бессмысленной отратой денег заявляли через неделю а ты 4000 заплатил на самом деле тюльпаны не такие дорогие и их можно менять доме намного чаще нежели какие-то другие цветы но кей если они такие дорогие тут то я тоже люблю тюльпаны продолжаем 19-летняя бельгийка в одиночку облетела земной шар теперь она обладательница сразу двух рекордов книги диннесса зара стала самой молодой женщиной облетевший земной шар в одиночку также она первый человек который совершил кругосветку на сверх легком самолете за пять месяцев девушка облетела 52 страны и 5 континентов зара вылетела из бельгии 18 августа планировала завершить кругосветку за три месяца но из-за нелетной погоды и бюрократической волокиты одиссея затянулась в общей сложности девушка путешествовала 155 дней и побывала в 41 стране в том числе в россии была здесь у нас по баровском крае где жила целый месяц ожидая летной погоды но мне кажется что просто она наслаждалась российским гостеприимством потому что но месяц и ночевого все-то зара обманываешь скорее всего пельмешечки наши пробовала борщ можете еще каком-нибудь ваню встретила влюбилась в это время ее поддерживали родители с 14 лет отец учил ее управлять самолетом а в 2020 году она получила лицензию пилота теперь планирует поступить в университет и изучать инженерию а главная мечта стать астронавтом но после кругосветки мне кажется вообще уже можно на что угодно покушаться и даже в космос полететь ты представляешь одна совсем юная девушка круто молодец классная инициатива классная реализация помните если сильно захотеть можно и в космос полететь мы желаем вам чтобы все ваши мечты и желания исполнялись главное для этого нужно действовать да спасибо вам большое за внимание всего доброго всем пока пока гороскоп на 28 января овен окружающие заметят и оценят по достоинству ваши уникальные качества вы сможете контролировать течение событий и даже сумеете оказывать на него влияние телец в этот день все укажет на то что вы нашли отличное решение возникшей проблемы поделитесь им с окружающими близнецы если вы будете пытаться всем угодить то в конце концов потеряете себя как личность возможно в последнее время выдавали слишком много обещаний рак в этот день вы будете полны решимости завершить все запланированные дела и это очень похвально лев вы сможете добиться успеха в любых своих стремлениях будь то новый творческий проект или обучение игре на каком-то музыкальном инструменте дева вас ждет успех во всем что вы запланировали проверьте всю свою работу на необходимость внесения каких-либо изменений весы вероятно придется на время притормозить в своих делах даже если вам покажется что из-за этого возможно потеря прибыли скорпион когда речь зайдет о новом рабочем проекте активизируйте всю свою энергию попытайтесь завершить как можно больше дел до конца дня стрелец очень хороший день для различных рабочих мероприятий возможно вас ожидает продвижение по карьерной лестнице козерог стоит немного повременить с началом осуществления вашего плана время старта будет иметь решающее значение водолей вы захотите чтобы вас вознаградили за недавние достижения расслабьтесь вы обязательно получите признание только способом о котором даже не догадываетесь рыбы подходящий день для любых начинаний однако это не самое лучшее время для излишней серьезности и попыток решить важные проблемы а